И желание моего сердца почитать вместе с вами два места Священного Писания. Это Евангелие от Луки, 18 глава, 35 стиха. Евангелие от Луки, 18 глава, 35 стиха. Когда же подходил он к Ерехону, один с другой сидел у дороги, прося милостынь. И услышал, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал, Сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тот час прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. И так же мы с вами читаем всем известное нам место. Евангелие Матфея, 7 глава, 12 стиха. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом законы пророки. Ходите тесными вратами, потому что широкий врата, и пространен путь ведущих погибет, и многие идут ими. Потому тесны врата, и узок путь ведущих жизнь, и где многие находят их. Дорогие братья и сестры, мы с вами прочитали из Евангелия от Луки такую историю в жизни Иисуса Христа. Мы с вами видим, что Иисус Христос подходил к Иерекону, и сидел один слепой человек, просил милости. Эта картина, она всегда нам тоже знакома. Мы часто видим людей, когда мы идем по рынку или по другим большим улицам, где большое движение, и сидят люди, которые просят милости, просят средств. Разного каждого просьба. Кто-то просит, чтобы прожить действительно один день, а кто-то просит, чтобы облегчить свое здоровье, купив себе спиртное. По-разному, и все люди разные. Но вот здесь стерлен человек и просил милости. Но однажды ишел Иисус Христос, и он спросил. Он услышал, что идет народ, спросил, а кто? Он говорит, они ему сказали, идет Иисус Назарей. И он закричал, сын Давидов помилуй меня. Но люди, ишедшие кричи, заставляли его молчать, а он еще громче кричал. И Христос услышал. Христос повелел, привели его, и он задает вопрос, что тебе надо было от меня? Он говорит, Господи, чтобы прозреть. Когда ей, братья и сестры, нечто так подобное было и с нами в нашей жизни. Когда мы с вами искали Бога. Мы были такими же. Мы искали что-то лучшее для себя. Мы искали справедливости. Мы искали, чтобы были честные друзья. Чтобы у нас, я думаю, была хорошая работа. Старались что-то делать, чтобы нам было хорошо. Но однажды встретился нам Иисус. И как большинство случаев происходит то, что мы обращаемся к Богу тогда, когда нам трудно. И однажды так произошло, что мы вызвали Господу Иисус, помилуй, прости меня. И Христос протянул свою руку. Христос протянул. Дорогие братья и сестры, мы видим с вами здесь, в этом случае, что здесь сидел слепой, который просил Господи, помилуй меня, хочу прозреть. И Христос дал ему и сказал еще, вера твоя и спасла тебя. Почему она его спасла? Потому что он верил, что Иисус, сын Давидов, может ему дать прозреть. Дорогие братья и сестры, если мы с вами помним, то за Христом ходило много народа. Очень много. И каждый по своей причине. У каждого был свой особый подход. Кто-то ходил просто пальбопысливать, кто-то ходил увидеть, что действительно происходит. Мы видели с вами, что люди ходили нуждающиеся, просили помощи. И мы с вами видим, дорогие братья и сестры, что Бог никому из них не отказал. Кто просил Иисуса о помощи, Бог никому не отказал. Дорогие братья и сестры, и мы с вами видим, что когда этот человек прозрел, то написано, что и он в тот час прозрел, и пошел за ним, славя Бога. И видевший народ воздал славу Богу. Дорогие братья и сестры, нечто подобное происходит и с нами сегодня, когда мы уже познавшие Господа. Живя в этом мире, мы все прекрасно понимаем, каков этот мир сейчас. Очень опасен, и очень лукав, и очень хитрый. И сегодня мы видим с вами, как много людей, подобных слепому, кричат сегодня, вы слышите, мы погибаем, спасите нас. И кричат громко. Но Сатана сегодня закрывает, пытаться им рот закрыть. Пытается сегодня ослепить нам глаза, чтобы мы таковых людей не замечали. Он пытается сегодня всячески повлиять, чтобы человек как можно больше не слышал о Боге. Он пытается сегодня умножить беззаконие. Но, дорогие братья и сестры, но Христос, несмотря на то, что делался, когда через этих людей, которые запрещали этому слепому просить Иисуса помощи, заставляли его молчать, но он громче кричал, и Иисус подошел и протянул ему помощь. А протягиваем ли мы сегодня свою помощь нуждающимися во спасении, нуждающимися тем, которые хотят духовно прозреть? Вот это вопрос. Дорогие братья и сестры, сколько сегодня проходит слепых людей мимо нас, которых мы с вами не замечаем, которые говорят сегодня, помоги мне. Дорогие братья и сестры, а помощь может быть простая. Может нужно просто прийти домой и помолиться об этом человеке, который мы с вами видели. Может просто нужно остановиться и мысленно про себя помолиться, чтобы Господь костулся его, или сделать доброе дело ему, к помощи ему, в чем он нуждается. Дорогие братья и сестры, я заметил одну такую вещь, что сегодня есть те люди, которые ищут Бога, ищут Бога. И знаете, есть люди, которые сегодня хотят спросить, где его искать? У нас. Не напрасно Христос говорит сегодня нам во своем воскресении, скажет, вы идите и проповедуете Евангелие, и всякий, кто будет веровать, спасется. Это слепой верил, что Христос даст ему, и он поверил, и Христос дал ему. Христос и сегодня продолжает давать, давать прощение грехов. Но сегодня Христос нуждается в том, чтобы сегодня мы помогли в этом поучаствовать. Чтобы мы сегодня могли как можно больше своей жизнью показать путь к Иисусу Христу. Пройти. Пройти там, где сегодня вы увидели люди и сказали, это идет христианин, дитя Божье. Дорогие братья и сестры, мы видим с вами, что народ, который запрещал тому слепому кричать, Иисус помилуй меня, мы видим с вами, что когда увидел чудо, когда увидел, что этот человек увидел людей, прозрел, люди воздали славу Богу. Дорогие братья и сестры, сегодня есть много примеров, когда люди, бывшие некогда тяжелыми, большими грешниками, как мы их называем, которые некоторые выходили из тюрьмы и из других решений, то сегодня мы видим, когда Бог их менял, они ставали неузнаваемыми. И часто слышишь, когда разговоры люди говорят, этот человек был ужасный, но сейчас я его не узнаю. Либо он здоров, или больной, не знаю, либо стал верующим. Вот так говорят сегодня они, верующие люди, но этим прославляется Бог, потому что действительно человек сам не может сделать себя чистым. Человек и сам не может себе подарить это спасение, только Господь. Дорогие братья и сестры, вот сегодня мы прочитали с вами Матфея, свиную главу. Господь говорит, что есть два пути. Два пути, и они совсем разные, но они идут рядом. Просто у каждого разный конец. И Христос говорит, что широкий путь, пространный, по нему он идет к погибели. И многие идут им. И это так. Но узок путь, тернистый, но немногие идут им. Но путь вечная жизнь. Братья и сестры, мы с вами узнали, Господа, мы стали на этот путь. Мы стали на этот путь. Дорогие братья и сестры, но помогаем ли мы на этом пути тех, кого мы встречаем с вами, которые желают, ищут Бога? Помогаем ли мы им? Замечаем ли мы их? Берем ли мы их за руки, чтобы вместе дойти до неба? Это вопрос. Братья и сестры, Господь говорит, что не бойся ничего, я держу тебя за правую руку. Братья и сестры, если нас сегодня держит Господь, если Господь сегодня ведет нас как малых детей за руки, неужели сегодня мы не должны поддержать тех, которые желают вступить к Господу за вет, которые желают пойти за ним? Братья и сестры, мы видим с вами, что Иисус не отказал никому. Сегодня и мое желание. Вместе с вами, чтобы мы сегодня увидели, чтобы мы сегодня увидели своими глазами, кто перед нами есть сегодня, кто встречается на нашем пути. Есть ли эти люди, которые нуждаются во спасение, которые нуждаются, которые зовут, может быть, сегодня нас, чтобы мы помогли, чтобы мы помогли им приблизиться к Господу, познать Господа. Братья и сестры, время последнее, и сегодня, чем будет больше много беззакония, тем будет больше сатана уводить людей от Господа. Мы это с вами читаем в Матфея, но мы видим с вами, дорогие братья и сестры, но Господь говорит, что я все равно буду искать и звать. Братья и сестры, сейчас в наших молитвах мне бы хотелось, чтобы мы попросили Господа о том, чтобы Господь сегодня научил в нас не быть равнодушными к окружающим нас людей. Чтобы мы сегодня с вами были очень внимательны к тем душам, которых мы с вами сегодня встречаем на нашем пути. Чтобы мы сегодня замечали их и принимали в их жизни участие. Кому не достает сегодня этой смелости оказать эту милость, как оказал Иисус Христос, этому слепому человеку, то просите сегодня у Бога. Бог даст его, потому что это угодно ему. У Бога угодно, когда мы принимаем участие в деле благовестия, в деле спасения. Когда Господь видит, что есть сегодня те желающие поучаствовать в этом. Братья и сестры, пусть сегодня Господь благословит нас в том, чтобы мы сегодня с вами увидели в нашей жизни людей, которых, может быть, уже мы прошли мимо, и чтобы мы возвратились и взяли их за руки и повели их в Дом Божий. Чтобы мы сегодня им не осуждали их, но наоборот, молились они, чтобы Господь проявлял им милость. Дорогие братья и сестры, мы читаем послание к Тимофею, апостол Павел призывает, говорит, молитесь за всех человеков, за всех, без исключения. Потому что Господь пришел на эту землю для всех, и всем даровал прощения, всем даровал спасения. Сегодня Бог также желает дать спасение всем. И Господь говорит, что и всякого приходящего ко мне не прогоню. Господь сегодня желает. Так давайте сегодня, сейчас мы посмотрим наше сердце. Если сегодня у нас нет этого желания служить Господу, если мы сегодня не готовы, если у нас сегодня нет сил, если мы сегодня недостаточно любим Господа, если сегодня есть то, ради чего мы не можем отказаться, чтобы послужить Господу, то попросим сегодня в молитвах об этом Господу, чтобы Он помог. Дорогие братья и сестры, я заметил одну вещь. Когда мы с вами желаем искренне измениться, когда мы действительно хотим и осознаем, что мне в жизни нужно от многих любимых вещей, от многих приятных времени, которые мы уделяем для себя погулять, сходить там отдохнуть, может нужно будет от этого отказаться, то, когда мой Господь видит, что мы согласились на это, что от многого чего избавиться, ради того, чтобы сегодня быть на деле Господнем, Господь посылает нам эти возможности, но мы, как зачастую, получается, не готовы. Мы начинаем взвешивать, так хочется мне отдохнуть, но, дорогие братья и сестры, отдыхать мы будем в небесах. А здесь на земле Иисус сказал, идите, ибо жатва созрела. Здесь, дорогие братья и сестры, сегодня вот нам надо идти и трудиться. Сегодня нам нужно идти и благоествовать об Иисусе, потому что Господь говорит, что я возлюбил каждого и люблю всех очень сильно. Господь не смотрит, кто мы с вами, какое положение занимаем в этом мире. Господь не смотрит, Господу очень дорого с вами сегодня наша душа, наше сердце. И вот Он сегодня делает все возможное для того, чтобы нас сегодня изменить. И сегодня Бог не напрасно напоминает сегодня нам с вами, что нам сегодня необходимо быть внимательным к окружающим нас вдвоем. Нам необходимо сегодня за них молиться. Нам необходимо сегодня молиться особенно за тех, которые сегодня благовествуют спасение, благовествуют во всем мире. Молиться за них, дорогие братья и сестры, ибо это угодно Господу. И сегодня, находясь на этом служении, давайте мы будем, приходя сюда, будем молиться о том, чтобы хотя бы одна душа в это воскресенье приходила к Господу. Чтобы хотя бы один человек сегодня приходил к Богу. Будем молиться об этом и искренне желать. И, дорогие братья и сестры, и вы увидите, насколько важно сегодня молиться за окружающих нас людей. Вы увидите, как дом молитвы сей будет наполняться новыми людьми. Но нужно научиться, нужно научиться, нужно почувствовать, как Иисус Христос, что принимать всех, любить всех и говорить всем о спасении. И сегодня тем, которые находятся здесь, в Доме Божьем, еще не приели Господа. Сегодня я хочу сказать вам, не смотрите, кто сидит рядом с вами сегодня. Не смотрите, где вы живете. Не смотрите, кто сегодня говорит вам, зачем идти за Богом. Не слушайте. Слушайте сегодня то, что говорит сегодня Бог вашему сердцу. Если Господь сегодня говорит вам, встань и иди за Мною, вставайте и идите. И вы не потерпите вреда, вы получите еще больше. Слушайте внимательно и идите за Господом. Пусть сегодня будет образцом и указателем в этом жизни вам Иисус Христос. Иисус Христос, знайте, Он любит вас сильно, потому что однажды Он отдал свою жизнь за вас. И поэтому, кто сегодня слышит призыв Господний, кто может уже много раз приходил на собрание, но еще не примирился с Господом, откройте Ему свое сердце и впустите Его. Впустите Его, и Он даст вам мир, и Он даст вам прощение и свободу от греха. А мы, дорогие братья и сестры, в наших молитвах попросим об этом Господа, чтобы Господь сегодня спасал еще многих и чтобы научил нас с вами быть внимательными к окружающим нас. Аминь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...